Итак, через 6 лет я таки опять стала сходить, но теперь уже с Сен-Жонса. Я не могла с него сойти сначала, пока я не ввела диету, я не могла сойти. То есть все происходило так, что я убираю Сен-Жонс без побочных эффектов, без ничего. Но получается, что я возвращаюсь в ту ситуацию, которая была раньше, по концентрации, по тумане в голове. То есть, например, я могла, у нас было две машины, и они стояли одна за другой возле нашего дома. Я могла пройти одну машину, видя ее, конечно, но я совершенно ее как бы выключала из сознания сесть во вторую. И на самом деле, чтобы мне выехать, мне надо было сдать назад, но той второй машины не должно было быть сзади. Но она была, я мимо нее проходила, садилась за руль первой машины, сдавала назад, била свои машины. То мой муж выходил на порог и говорил, слушай, ты мне вот только что сказала, я сошла с Сен-Жонса, и что я вижу? Верни, пожалуйста, Сен-Жонс, мне две машины сейчас чинить совершенно, это самое, более накладно, чем вот то, что ты сейчас сходишь с Сен-Жонса и таким образом якобы экономишь. Сейчас все говорят о вреде глютена. Сейчас практически любое лечение натуропатик доктора начинается с того, чтобы убрать глютен. Раньше об этом никто не говорил раньше. О вреде глютена говорили только в связи с аутизмом, и вы, наверное, кто это застал, помните. Может, уже никто не помнит, что говорить было об этом очень тяжело, родители воспринимали в штыки, все кричали, хлеб всему голова, без хлеба никак. И вот тогда вот я ввела безглютеновую диету. Надо сказать, что когда я сейчас говорю, что я на безглютеновой диете, уже практически 10 лет люди удивляются и говорят, ну тогда ее никто не вводил. Так почему я ее ввела? Потому что, во-первых, проще было держать диету для Дэнни. В доме не было пшеницы, и все было намного проще. Мне не нужно было думать, как ножи мыть, там все изолировать. Мы все были на безглютеновой диете. А во-вторых, я подумала, что раз это помогает моему ребенку, может, и будет и мне полезно. И я не ошиблась. У меня обнаружилась совершенно феноменальная непереносимость глютена. Когда я его попробовала вернуть через 8 месяцев, я получила такой потрясающий набор симптомов. Не поверите, это было именно то, что я испытала при обмене антидепрессантов. Тошмота, невозможность смотреть на свет, проблема концентрации, проблема координации, память забывчивость. И я проходила вот с этим 2 недели. Через год вооружившись ферментами. Это наш папа праздновал день рождения и вел меня в ресторан. Я сказала, хорошо, выпила 4 капсулы фьюстенензайм и получила опять тот же букет. 2 недели вычеркнутые из жизни. После чего я сказала, что больше никогда в жизни не прикоснуть к глютену. Ни при каких обстоятельствах я живу без глютена. 10 лет замечательно и счастливо. То есть это 100% непереносимость глютена. Хочу сразу добавить до того, как я его вывела. Хорошо вывела, 8 месяцев перерыва, 100% неиспользование глютена. Меня, я любила хлеб. И все, что я испытала, это вот эти вот мягкие симптомы. Туман в голове, забывчивость, плохая память, плохая концентрация. Но никаких головных болей, никаких невозможностей смотреть на свет. То есть вот такую вот жуткую симптоматику я стала получать только после того, как я убрала глютен на 8 месяцев. При этом я его ела, повторяя, всю жизнь и очень любила булочки. Мама, я вам рассказываю об этом для того, чтобы попробовали вести диету. Количество проблем, вызванных глютеном, может быть просто астрономическим. И если диета помогает вашему ребенку, она полезна вам по-любому. Пробуйте. Вернемся к нашему вопросу. Я стала искать наш преподаватель, 8 лет занимается этим вопросом и никогда не слышал, что глютен-фри диета помогает при депрессии. Очень странно, очень интересно. Но я где-то недавно видела эту информацию. Я видела, что проблемы непереносимости могут каким-то образом влиять на депрессию. Я стала смотреть и нашла, что диета может быть вызвана непереносимостью. Я стала искать, я нашла сайт, посвященный целиакии. Целиакия.com, кстати. Непереносимость может вызвать депрессию. Там говорили об этом многие, и они применяли антидепрессанты. И никому из них даже не приходило в голову, что в тот момент, когда они убирают из рациона глютен, они могут пробовать снять антидепрессанты. Они оставались на антидепрессанте. Просто большая часть специалистов и людей этого делать не умеет. Получается, это две проблемы, которые как бы накладываются, и кто-то решает одну часть, кто-то решает вторую часть, но никто, как я, две сразу не решил. То есть я убрала и антидепрессант, и глютен. Можно выдавить постепенно антидепрессант при помощи St. John's World. Вот это вот тот самый бранд, которым я это делала. Это Flora Health. К сожалению, этого St. John's World больше не выпускают. А потом можно отменить St. John's. Но нужно ввести диету. То есть нужно убрать то, что вызвало депрессию. В принципе, я сейчас глубоко убеждена, что депрессия – это не болезнь, а симптоматика. И если вы найдете, чем вызвана эта симптоматика, вы сможете убрать и St. John's. Потом я нашла интервью с одним медикал-доктором, который сказал, что до глютен-фри диеты у него была именно вот такая симптоматика. Он сказал, это была не депрессия, это была именно вот забывчивость, проблема концентрации, туман в мозге. Совершенно то же самое, что было до антидепрессанта и другого у меня никогда не было. Никаких панических атак никогда в жизни. И он сказал, что все это ушло, когда он убрал глютен, но он никогда не использовал антидепрессант. Так что в каком-то виде моя находка совершенно уникальная. Не буду себя переоценивать. По большей части это все получилось совершенно спонтанно. Просто потому что я не знала, что это невозможно. Теперь я вам хочу всем сказать, связь есть, пробуйте, особенно родители аутистов. У вас, скорее всего, непереносимость глютена. Даже лучший специалист в области лечения вот этих депрессивных расстройств не знает о вот этой связи, что совершенно меня убило. При этом он показывает статистику, по которой антидепрессанты увеличивают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта. То есть они значительно, реально укорачивают вашу жизнь. По статистике сейчас на антидепрессантах 20% людей, то есть каждый пятый. И опять же, по статистике антидепрессанты практически бесполезны при мягкой депрессии. Они только усиливают симптоматику. Что правда, у меня никогда не было раньше таких симптомов. В исследовании, где было 4000 испытуемых, в 97% случаев после всего двух дней отмены препарата, а не использовали плацебо-таблетки, в 97% случаев возникло очень серьезное обострение. Побочные эффекты от антидепрессанта включают в себя повышение риска развития слабоумия с возрастом хронической усталости, повышается вероятность аварий. Совершенно правда. Все мои аварии были сделаны на таблетках, хотя когда мне давали антидепрессант, мне говорили, никак это не влияет. Но это правда, все аварии сделаны на таблетках. Никаких аварий после того, как я ушла с таблеток. Риск рака, риск пневмонии, и этот список можно продолжать бесконечно. Нужно помнить, депрессия это симптом, это не болезнь. Вам будут называть эту болезнь, когда они не нашли причину. Надо искать причину. Я верю, что эта причина есть всегда. Какие могут быть причины, которые очень хорошо известны и которые вам любой доктор может обнаружить. Недостаточная функция щитовидка. Если у вас анемия, не забейте, просто проверить ферритин. Может быть нормальный гемоглобин, но ферритин меньше 20, вам даст тоже повышенную усталость и симптомы депрессии. Поверьте, мужчина, уровень тестостерона. В случае с проблем с пищеварением, когда кишечник не усваивает питательные вещества, то же самое. Вы получите в итоге депрессию. При этом хорошо помогут пробиотики и в принципе все наше лечение, когда мы залечиваем кишечник деткам, то же самое, оно поможет и вам. А депрессия как симптом может сопровождать многие аутоиммунные заболевания и многие раковые заболевания. В этом случае, конечно, вы просто к ней относитесь как к депрессии. И я бы сказала, что тут не всегда, наверное, может быть Сен-Жонс-Ворд. Тут уж надо смотреть, рак есть рак. Вегетарианцы и веганы часто страдают депрессией, потому что у них нехватка протеина и низкий уровень B12. У них просто B12 анемия называется. Конечно, депрессия может быть вызвана и определенными событиями в жизни. Конечно, она может быть вызвана смертью близкого человека. Но если спустя 2 года вы все еще наблюдаете симптомы депрессии из-за того, что потеряли близкого человека, ищите, что за этим стоит. Это может быть что угодно, в том числе и паразиты, в том числе и лайм. Ваш организм не может вернуться в норму после сильного стресса. Значит, что-то еще есть. Иногда помогает тест по слюне. Вы смотрите кортисол 4 раза в течение дня. В этом случае может помочь радиола или утерокок. Что еще может помочь? Не хочу повторяться. Но для родителей аутистов. Я бы всегда надела блютанс-фриказин-фри диету. Кстати, я была и на безказиновой диете несколько лет. Но когда мы стали использовать фермерское молоко, я опять вернулась с казино. Это другой вид казино. Он лучше усваивается. Очень хорошо помогает ходьба. 20 минут в день, 6 раз в неделю, быстрым шагом, в таком темпе, в котором вы можете свободно поддерживать разговор. Рыбий жир в соотношении 3 к 1, ЕПА к ДХА. Это соотношение, кстати, в спич. И я использую спич и для себя. Вы знаете, наш любимый препарат для детей, для того, чтобы они лучше говорили. Рыбий жир имеет целый ряд так называемых побочных эффектов. На 45% он уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Я не шучу, это у него побочные эффекты официальные. Он позволяет уменьшить в 2 раза количество обезболивающих препаратов при воспалительных заболеваниях, например, при артрите. Еще надо сказать, что витамин Ди, если низкий, то обычно у этих людей наблюдается депрессия. Следите за своим витамином Ди. Би-комплекс уменьшает симптомы депрессии. Магний может успокаивать нервную систему. Эпсен-салбаз очень хорошо помогает при этом. Низкий уровень витамина B12 и полиевой кислоты также ассоциируется с депрессией. При этом надо просто взять B12, можете даже в уколах. Панические атаки сейчас предлагают снимать препаратом из лаванды. Не пробовала, не знаю, у меня нет панических атак. И, конечно, самый незаменимый препарат Сен-Джонс Ворд, его выписывают доктора в Германии в случаях легкой депрессии. Теперь о бессоннице. Бессонница практически всегда первый признак набегающей депрессии. Депрессия ассоциируется с низким уровнем гормона нейротрансмиттера серотонина. Ночью в темноте из серотонина у вас вырабатывается мелатонин. Вот он гормон сна. Если у вас не хватает серотонина, у вас нет достаточно серотонина для выработки мелатонина. Но, в отличие от серотонина, вы можете принять орально мелатонин. Это безопасное средство. Это самое безопасное средство. Классическая доза 3 мг. Она может колебаться от 1 до 15 мг. Это индивидуально. Не зависит ни от пола, ни от размера человека, ни от веса, ни от возраста. Принимать нужно за полчаса до планированного сна. Перед сном не нужно смотреть телевизор, не нужно работать за компьютером. Это все приводит к уменьшению уровня мелатонина в мозге. Нужно принять одну дозу. Начинаете вы с 3 мг. И в этот день вы больше не принимаете мелатонин. Вы делаете корректировку на следующий день. Если мелатонина слишком много, есть такие варианты. У вас будут ночные кошмары. Вам будет тяжело проснуться. При этом вам дозу нужно снизить. Если вы такие не можете заснуть, то дозу надо повысить. Никаких противопоказаний у мелатонина нет. Есть исследования по приему до 300 мг. Мелатонина в течение 2 лет. Высокие дозы принимают при раке. Например, каждая клетка имеет рецептор, который реагирует на мелатонин. Мелатонин вызывает самоубийство клетки. Ее нормальное убийство. То, что отсутствует при раке. Если клетка должна быть уничтожена, она должна быть убита. И стартует этот процесс мелатонин. Если мелатонина не хватает, он не стартует. И вот здесь возможен рак. Что касается наших деток. Тут все, что было перечислено, за исключением Сен-Джон-Форн. До 12 лет у него очень много побочных эффектов. У взрослых побочные эффекты обычно связаны с вероятностью, более высокой вероятностью солнечных ожогов. То есть летом вы аккуратнее выходите на солнце. Сначала нужно загореть, а потом уже побольше не быть. То есть носите солнцезащитные очки, потому что роговица это тоже касается. Бессонница может увеличиться. При этом вы уводите препарат с вечернего приема. То есть так вы его утром и вечером, а так вы его уводите на утро и день. И изменяете просто время и все. И больше ничего не меняете, дозу не меняете. Как антидепрессант Сен-Джон пьется без пропусков каждый день. И он дает возможность удержать свой серотонин и многие другие нейротрансмиттеры. Он работает комплексно. Моя доза была 6 капсул вот этого препарата в день. Его больше нет, к сожалению. Берите другой. Людям часто достаточно 3-4. У меня была большая доза. Бывают и спиртовые растворы, бывают и растворы в масле. Капсула с сухим препаратом. В принципе масляный препарат мне нравится больше, потому что нужна не сама трава. Нужны вот эти желтенькие шарики, которые находятся внизу листочка. И тут вот масляный препарат, когда вот Сен-Джон вымачивают в масле тысячу часов, а потом распособлены то, как был сделан этот препарат. Идеально. Еще я прочла информацию интересную, что у деток с ОСИДИ значительно можно снизить ОСИДИ при помощи приема расторопших по 600 мг в день. Это я буду смотреть, я буду пробовать, потому что у нас есть эта проблема. То есть не пробовала, но очень заинтересовалась. С точки зрения китайской медицины мне идея понятна. Но это рецепт не от китайцев, это результаты исследования. Ну все, я на этом закругляюсь. Всего вам доброго. Я надеюсь, сейчас я рассказала все, что от меня хотели люди длительное время узнать по лечению депрессии. Продолжение следует...